Всем привет! С вами Нильгорн, это новая серия про строительство. И в этой серии я вам, конечно же, покажу, что я достроил центральную часть нашего замка, нашей цитадели, оплота нашей защиты, тёплой еды, тёплые кровати и всё в этом роде. Драдская фраза, блин, ну ладно. Начинаем. Эту часть, конечно же, вы видели, но я начну именно с неё, потому что я сделал главный вход, нормальным таким, и немножко его так преобразил, вот. Блин, это очень круто, мне это прям очень нравится. Такой ассистем мне подсказал один из наших администраторов, Фирзен. Так что, огромнейшее ему спасибо, я прям фанатею от этой вещи. Прям, ух, как классно! Так, это у нас центральная аллея. Вот такие вот у нас фонарики. Ценим, ценим. Балкончики. Здесь вы, как настоящий победитель, после какой-нибудь бойни на коняшке, тыгдын, тыгдын, пробегаете. Так, что дальше? Ну, я лечу, потому что побыстрее было, как бы, здание. Там тоже немножко есть. Это тоже у нас центральная аллея, также, но она кругом немножко так заходит сюда, вот и туда проходит. А это у нас, угадайте, что? Это у нас конюшник. И здесь тоже такая же система. Ну, куда вы хотите загнать свою лошадь? Пожалуйста, можно здесь привязывать. Ну, вообще, я думаю, здесь вот для ослов, так сказать. А для коней, для породистых, матерых коней, как вот этот вот. Вот, пожалуйста, вам пример. Собственно говоря, здесь можно здесь, здесь, здесь. Как вам угодно. Так, что у нас еще в этом здании есть? Есть второй этаж, он такой немножко тоже прикольненький. Ну, что здесь можно построить? Здесь можно построить обычный склад, в принципе, да? То есть, хранить много судуков поставить, хранить в них много всякой снеди, еды и все в этом роде. Такое, которое, ну, надолго нужно, там, это. А это у нас проход в главное здание. То есть, точнее, это проход из главного здания, ну, вообще. Да, то есть, вы в любой момент, там, проснулись, где-нибудь на вас нападают, вы быстрее бежите, садитесь на своего боевого коня и в бой трусцой погнали вон туда. Так, дальше. Здесь у нас уже так, ну, как-то я вот постарался как-то оживить территорию растениями. Это все полудоносные растения. То есть, они каждый дают какую-то ягодку, орешек, яблоко, бананчик. Но бананов нет, конечно. То есть, в принципе, здесь также можно там, ну, как сказать, пришел в сад и сидишь там, облокотился на дерево и хрум-хрум-хрум чего-нибудь. Так, что... Что это за здание? Давайте я так его покажу, как бы. Что это за здание? Как вижу я его и как я его представлял? Это у нас будут казармы, где наша армия, наши солдаты отдыхают там, пьют горячий эль в свое выходное, кушают горячую еду, тискают девок, ну, и все в этом роде. То есть, ну, вы представляете, я надеюсь, я пытаюсь как-то передать, как это все... Я не стал строить каких-то столов или что-то в этом роде, потому что каждый решит сам для себя, что, может, он сделает, не знаю, здесь храм поклонения себе или что-то в этом роде. Каждый решает самому. Но я вижу здесь казармы, поэтому для меня здесь, допустим, это кровати, там много кровати, там сундучки, где они хранят свои, сапоги какие-то там небольшие свои, шмотки небольшие свои, какие-нибудь лесенки, ну, второй ярус, что-нибудь в этом роде. Здесь, типа, раздевалки какой-нибудь, по-любому, вот прям вот, ну, пришли, разделись сурово так. Здесь каком-нибудь... Здесь бы я бы сделал что-нибудь, типа, ну, такое, ну, душевое в средних веках, в средних веках не было душевых. Ну, то есть, какие-нибудь бассейны или что-то в этом роде. Ну, лично я бы так... Было бы прикольно точно. Ну, это бассейн, потом поспать, либо вот здесь бы я поставил такой огромнейший стол. Огромный вот такой вот. Прям вот отсюда, вот отсюда прям. И тут прям здесь небольшую сценку, здесь какой-нибудь бар на гитаре, на ервить с дудкой, чьей-нибудь веселое, залихватское такое. Здесь прям девки носят еду кучей, там, салат, хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, да, ладно. В общем, что-то... Ну, и чердак. Чердак даже, ну, как-то не чердак, ну, чердачная часть, я, наверное, да, чердачный этаж, или как это называется-то. То есть, в принципе, здесь тоже так, наверное... Ну, здесь, наверное, такой отдых для души, наверное, какой-нибудь. Пару книжных полок можно, кресло, там, курильницу здесь построить, какой-нибудь, чтобы перекинуться в картишки, там, спокойненько, там. Ну, вот у нас что-то в этом роде казарма, типа таких вот. Так, что дальше? А, еще у нас есть такой вот мостик. Он ведет к главному зданию. Ну, я считаю, когда граф дает своему, какому-нибудь боеначальнику задание выполнять немедленно, он должен быстро пробежать. О, один... Два солдата у нас здесь ходят. Надо будет исправиться со светом. Ну, ладно. Это еще не отрабатывалось, чтобы не респилить мобы. Ладно, не обращайте внимания. То есть, генерал, генерал быстрее прибегает, там, к своей армии, да. и в общий сбор, в атаку, там, трикер, там, и все. То есть, ну, мне кажется, все-таки нужно, потому что, если здесь не бараки будут какие-нибудь... Ну, мало ли, что тут люди построят. То есть, это вполне должен быть такой прямой проход, не мешающий ничему. Тем более, я постарался, чтобы он немножко был не... не долгим, а ну, видите, как ускоряется, да. Так же, как и пол там. То есть, он ускоряется немножко. Так. Ну, тут, это так уж. Здесь вот... Ну, проход уж под мостиком. Ну, здесь тоже такое, как бы, ну, не смотровая, а прогулочная, что ли. То есть, можно прогуляться по своему имению. Здесь вот я сделал такое уже, постарался, типа, сада сделать. Сослов. Восемь. Вот. То есть, ну, думаю, что, как бы, нормально получилось. Здесь также дорожка к главному зданию. То есть, напрямки из... Ну, можно так вот просто скакать на коне, прям так, 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 так. Можно даже сюда залететь, собственно говоря, и в здание залететь. Ну, если вы любите свой дом, вы не будете в нем гадить, да, вы оставите коня один здесь и быстро побежите там, если вам срочно надо. Так же, если под садом пройти, тут, вот здесь вот я, честно, я не придумал еще, зачем, ну, и что, не то, что зачем, а что в этой башне построить. Поэтому, поэтому не доделано. Ну, так стоит. Потому что я подумал, ну, думаю, ладно, меня озарит в какой-нибудь момент, и я построю. пока что, как видите, там ничего нету. Здесь тоже, как бы, прогулочено, и это вход в здание стен, что ли, да, как бы так назвать можно, то есть, здесь вот проходим, здесь вот есть такой вот, ну, тут тоже я, я пока не придумал, что здесь будет, точнее даже я не придумал, стоит ли здесь вообще что-то строить. То есть, понимаете, ну, в принципе, что здесь можно придумать? Тут просто лесенку, да, и еще один этаж, под окна. То есть, еще один этаж будет. Ну, в принципе, здесь вот. А, ну, можно там же выход, можно сделать выход к воротам, какой-нибудь, такой секретный, что ли. Ладно. Бабочка, ну, нормально, пока людей нету, паучки там, и все такое. Так. Ну, это также вот наверху этаж, который, так сказать, ухоженный уже. Продолжается. Здесь вот под нами, здесь ворота. То есть, в принципе, я считаю, что здесь нужно делать парочку рычагов. Это, я считаю, это лично сам каждый сделает для себя, то есть, захочет именно так сделать. Здесь можно пару рычагов, допустим, во вторую секцию ворот поставить, именно ворота, которые будут в бок открываться, допустим, да. А здесь, где решетка, и два рычага. То есть, решетку, он зашел, допустим, решетку закрыл, и все, и там можно его, нам, мучить. Кто ты, откуда ты, зачем пришел, и все такое. Ну, а потом открыть ворота, и он пройдет, если вы решите, что он подходит. Так, здесь, в принципе, если уж прорвали решетку, прорвали ворота, можно начинать отстреливаться, можно отстреливаться стрелами, там, кидать камнями, лить расплавленную смолу, хотел сказать, смолы нету, но будем лить лаву, значит, заливать, чтобы враги не прорвались. Также здесь небольшой сад, ну, сена немножко навалена, на самом деле, мой конь стоял здесь, тот, который в конечной. Я решил оставить эту часть, потому что, ну, не знаю, прийти, поставить коня, поесть фруктов, подумать, поразвышлять, там, так, и мы, как видели, да, мы зашли там, а вышли здесь, то есть, она сквозная, в принципе, можно с любой стороны заходить, то есть, кому как удобнее, если вы поставите рычаги, то есть, конечно, надо будет бежать отсюда, и быстрее будет отсюда открыть дверь, или закрыть ее. Так, что у нас дальше? Здесь сад небольшой, ну, лесенка такая, но она, ну, обычная, в принципе, я думаю, ничего тут такого прям сверхъестественного нету, поэтому не будем на ней зацикливаться. Ну, фонтанчик уже видели, все. Также, вот, я такого стиля сделал здесь фонарики, как будто заросшие фонарики, так сказать. Так, надо ночь. Вот. Здесь ничего, ну, в принципе, здесь можно прийти, полюбоваться звездами, там, понюхать светочки, назначить своей девушке свидание, там, заметь, понимаете, фантазия бесконечна просто. Так, это еще один балкон, ну, как не балкон, а переход, переход, то есть, переход тоже в строении, которое находится в стенах. Так, посмотрим сначала в ту часть. Здесь, в принципе, здесь даже можно жить, вот, мне лично нравится, то есть, здесь, в башне, ну, жить в башне, по-моему, круто здесь, главное, то есть, здесь можно посмотреть, пожалуйста, и дорогу видно. То есть, по-моему, очень классно, то есть, и комнатки такие получились, какие-то такие, ну, как-то, ну, не знаю, мне нравится, очень нравится. Вполне тут можно так, ну, начать, проживать, так сказать, выпросить у начальства комнату личную, поставить там верстаки, кузницу. Ну, кузницу будет отдельная, такая общая, так сказать. Каждый сам для себя решит уже. Так. Ой, извиняюсь. Земнул. Прошу прощения. Так, и вот это комната, ну, вот это здание, оно отдельное здание. Прямо, вы видели, наверное, когда я заходил сюда, здесь были такие оконцы, вот здесь, на углу. С улицы нет в него входа, прям прямого, так сказать. Я именно так решил, потому что оно должно быть, я считаю, оно должно быть как-то далеко. Как я вижу это? То есть, видите, она какая-то такая мягкая получилась, вот это, ну, не знаю, как-то такой, тут как-то так, ну, не знаю, даже вот музыка подходит, ну, спокойно как-то. Дерево, цвет такой мягкий, прям. Тут тоже, с той стороны, ну, как бы, с внешней стороны, тут тоже балкончики. Я, конечно же, это покажу, когда закончу внутреннюю часть рассказывать. Тут тоже балкончики, тут можно рассмотреть. Прям, ну, вообще, мне лично нравится, что здесь можно построить. Здесь, наверное, можно что-нибудь, типа, библиотеки, какой-нибудь, ну, здание, хранение знаний, здание знаний, во, строение знаний. Ну, как-то, типа, даже небольшой подвальчик есть. Такой вот. Я не стал даже здесь ничего убирать, как, ну, для меня прям так, как-то более правильно, я думаю. Хотя можно булыг, булыгой застроить все. Ну, нет, я думаю, именно так будет правильно. Эта дверь у нас, она... Вот, вот она. И она ничего никуда не ведет, на самом деле. Эта дверь для того... Я пробил этот проход для того, чтобы, ну, продолжить строить дальше. Я думаю, что я сделаю здесь, потом сокрою, сделаю специальные блоки, которые будут там, ну... Короче, сделать секретный проход, который будет проходить по стенам там. Ну, как бы, в каждом замке должны быть свои секретные проходы. Там, не знаю, туннели и все в этом роде. Вот это тоже здесь будет. Я не буду этого показывать, я вам сразу говорю, но это здесь будет. И если вы будете здесь играть, ищите кнопочки, ищите скрытные рычажки. Заградьте за каждый угол, потому что там откроются секретные комнаты. Там будут какие-нибудь ловушки или что-нибудь в этом роде. Может, даже какая-нибудь сокровищница, скрытая от глаз. Это все будет, и я просто не знаю, что конкретно, но это точно все будет. И ищите, если вы здесь будете играть. Так, что же... Ну, то есть, да, я уже рассказал, что это, наверное... Ну, как я вижу, это какой-нибудь дом знаний, где будут храниться книги древние, манускрипты и все в этом роде. Вход пока что, пока что, ну, вот на данный момент он один. То есть он, ну, сами понимаете, я считаю, что такое здание, хранение, не знаю, должно быть далеко, одно. Такое, ну, просто... И то не каждый сюда имеет доступ, там, ну, сами понимаете. Так, а здесь у нас, да, такой выходный чердак, такой... Ну, не на чердак, а на крышу. С крыши... Ну, тут можно, короче, попасть на крышу, хитро. Тут есть один способ, я не буду его показывать. Тоже ищите. Я постараюсь очень много сделать таких, ну, в этом строении... Ну, да что ж такое, взлететь не могу. В этом... Сейчас я сразу буду показывать, и вот так давайте начну показывать. Я постараюсь в этом замке, в этой цитадели сделать очень много секретных моментов, чтобы было как-то более интересно. Постараюсь, чтобы какие-то секретные комнаты, с ловушками, конечно, не все же так просто должно даваться. Всякими сюрпризами, с сундуками, с какой-нибудь сниди, или с каким-нибудь древним оружием, который какой-нибудь пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка спрятал для лучших времен, а потом забыл, и, ну, и так оно потерялось. Может быть даже, я не знаю, это секрет, но я вам скажу, что, может быть, насчет этого будет какой-нибудь квест. Ну, что угодно здесь может быть, поэтому ищите такие моменты. Как я смотрю на все, что я построил, я считаю, я раскрыл тему Средневековья прям, ну, прям под максимум, вот мне так кажется. Под максимум, конечно, своих же сил. Кто-то может добавить что-то, кто-то, кому-то может и не понравиться, конечно же. Это бесспорно. Но мне лично очень нравится. Я давно хотел построить замок, не такой где-нибудь, где там две башенки, стена-стена, там и вход, и посредине, и главное здание такое, что строят, ну, везде такая, из булыли там. Нет. Вот, вот цитадель, вот замок, вот. И это еще не конец. Я думаю, будет еще парочка серий, думаю, будет, будут еще строения, будут еще стены, будет проезд к шахтам, будут шахты, будут кузницы, будут дома для холопов. Ведь солдаты, они же не могут сеять, пахать, они могут только воевать. А на что должен граф жить? С кого доить налоги? И все в этом роде. Кто должен еду делать? Ну, вы сами понимаете, средневековье все дела. Поэтому все это будет, будут поля, будут, там, брюква будет расти. Так что, заходите на наши сервера, ждите открытия RPG сервера, играйте на других серверах, потому что каждый сервер у нас уникален, каждая сборка у нас уникальная, отношение к людям. Мы стараемся быть лояльными, мы стараемся относиться ко всем одинаково и ко всем хорошо. Каждый вопрос обсуждается. Если на форуме нет сразу ответа, вы не думаете, что на это не обратили внимания. Мы всегда все обсуждаем. У нас другие, у нас скайп, у нас отдельный форум есть. Каждая тема поднимается, каждая тема решается. Все, все работают. Рекламщики, которые у нас сидят вконтакте, которые бегают по всем сайтам, раскидывают рекламу. Ютубщики, которые пишут летсплеи, пытаются снимать ролики. Администраторы, которые работают над форумами, которые работают над серверами. Главные администраторы, которые переписывают лаунчеры, которые работают с Явой. У нас куча народа, которые работают над этими серверами. Конечно, не все идеально, но у нас круто, у нас всегда есть что-то новенькое, у нас всегда какие-то события происходят, от драм до веселья какого-то. Так что приходите к нам на sagitarium.org и всем всего хорошего, всем пока!